Может он слышал? Кто знает? Да, Матрон. Да, я знаю, что там общие легендарки есть. Ну, там просто их очень много, там, ну, например, у меня Керна нету, я Сильвану скрафтил там все, там всякие новые, вот этот Рагнарес, который, блин, ну, короче, там очень много всего. Так, сразу видим, короче, Калентас забанил Шамана, китаец Рогу забанил. Ну, то есть тут есть баны, какой класс вы забаните, тем не может играть соперник. И, соответственно, выбирается три класса, которыми другими ты будешь играть. Калента играет за Рогу, а китаец играет за Рено Лока. Да. Хотел бы я увидеть тут Рогу через Малигоса, но им сейчас никто не играет, а это стандартный Рога Миракл, или как он там правильно называется. И, соответственно, не уверен. Да, Калентас будет уменьшаться на этот рейтинг. Да, Калентас будет уменьшаться на этот рейтинг. Затем, чтобы уйти в Коин, потенциально бэкстэб, и уйти в Эдвина в следующий рейтинг. Это будет огромный, огромный Ван Клифф. И, эээ... Это будет поставить немного напряжения, очень быстро. Я бы сказал. Хорошая рука начальная у Калента. У нее и Ван Клифф уже пришел, и с монетки он начинает. Повезло ему. Можно шру разогнать будет. Да и бэкстеп есть, да и поздно зашел. Хороший. Ну а Лок стандартный, который через Рено просто начинает драваться, собирать большое количество карт. Тратит монетку здесь. Хочет сразу по ходу дела Ван Клиффа поставить 6-6. Да. Играет агрессивно, здесь Калента. 6-6 Ван Клифф. Ответа никакого нету у Лока. Может, сейчас, правда, Слизнюк пришел сломать 3-2 пушку, на которую Пойзон потратил. И надо играть по-любому Слизняка, я думаю. Иначе больно будет. Да, и я сказал, что забанили у кого что. Миракл Рок, да? Правильно это, значит, назвал. Я просто не уверен в названии некоторых колод, потому что я не все видел. Ну здесь, в принципе, по мете играют. Бэкстеп пригодился. Жалко, конечно, пушку 3-2 было. Ну и сейчас... Проблема у Лока, потому что уже 18 хп. Рено, правда, в колоде есть. Но я не уверен, это полностью Рено колода или у него, возможно, какие-то две карты есть, потому что многие играют. Например, есть Рено Шаманы, которые через два хекса играют. А что Рено не хилит вашего героя, если у вас есть карты, которые повторяются. Ну и здесь Дракон 4-10. Очень тяжелый, его убивать не стоит. Я думаю, сейчас в лицо Каленто пойдет, думает над ходом. Но если в лицо пойдет, следующим ходом будет Рено как раз. Я думаю, он может даже просто Лерой на лицо, и сказать, что у него будет 2-2. Если они не имеют Рено, то они умерли. У нас будет 6-6. Дорога в твоих любимых, что они не будут. Но он будет идти на эту карту, потому что он думает, что у него есть более шанс, чем у него врага, чтобы победить Рено. Дравоит карту, приходит Гоблин, еще дравоит карты. Конечно, заставляет стол учениками. Ну и пойдет в лицо, естественно, размениваться. Не стал он с дракошком. Но тут надо Рено ставить, иначе ты умираешь 8 хп. Можно, конечно, еще попробовать поставить Синдерайку, потом Аргуса, но это очень рискованно. И я надеюсь, что у него нет несколько шансов. Там, тем более, 2 висерейтов уже есть. Эти потрошения на русском. То есть это как раз 8 урона. Но разогнать не получится. Хотя, может, какая-нибудь мелкая... Мелкая карта придет для Калента. И сейчас Калента решила, чтобы убить его с 2 висерейтов. Так что если он не Рено, и он будет только за Тодд, он будет умереть. И Калента найдет шамана. А, ну да, возможно, я ошибся. Это у Калента шаман забанен, а у... У... У китайца Рога. Ну, извиняюсь. Ну и что? Думает китаец. Ну, по-любому нужно Рено ставить. Есть, конечно, вариант, как я сказал, через Синдорайку, плюс... Нет, что он там еще делает? Что-то я не видел, что... А, Голема ставит? Ну да, или так. То есть, хочет помощней поставить эту стенку. Ну и все, я тут летал. Через маскировку, 2 висерейта, 4 урона. Это первая карта за Калента. Ну, рискнул китаец, хотел подождать еще с Рено. И, э... Джонгбо просто не имеет права ответить. И это была история этого игра. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Кстати, видите, Калента находится в команде Cloud9. Cloud9. Американская организация. Показывает пальцем, типа, ты затащил? Хе-хе-хе. Ну, китаец думал, что не найдет 8 урона. По идее, шанс того, что там 2 висерейта есть. Плюс у Калента было 6 мана. И, по идее, ему нужна еще какая-то карта на 2 или 1 ману. И вот он нашел как раз топ-дека, маскировку. И смог 2 висерейта сделать. То есть, ну, китаец подумал, что не хватит. Ну, в принципе, я думаю, он более сейвово сыграл, чем Рено. Потому что шанс на то, что такая комба будет у Калента крайне мал. Ну, у Калента, есть действительно один такой build. Но... Ну, я был поговорим с Калентой в Брейк-Руме. И он говорил о тех-чайках в Рено Н'Зотх-Паладин. Рено Н'Зотх-Паладин. Так, мы можем увидеть Рено Н'Зотх-Паладин. Вау! Да! Я хотел бы сказать, что если я хотел бы хотеть Рено Н'Зотх-Паладин, то я хотел бы хотеть это из Рено Н'Зотх-Паладин. Но, как ты говорил раньше, там еще говорят, что есть какой-то Рено Н'Зотх-Паладин. Тут вообще, кстати, китайцы делают такие деки. Забавные. То есть, я таких на обычных турнирах Евро не видел. Ну, что, следующая катка. Да, тут они еще, получается, у них рандомные матчапы получаются. То есть, когда 0-0 счет, они начинают катку, выбирают какой-то свой класс и попадаются на соперника, на другой класс. Вот. То есть, тут они не подбирать против кого они будут играть. Они могут только подобрать класс, только когда уже деки вышли. Потому что, когда ты выиграешь на одной деке, ты должен другими двумя выиграть. То есть, нельзя, например, три карты выиграть подряд одной декой, только если ты до этого... Ну, кстати, Нзотх-Паладин против Темпа-Мага. Я смотрел тут в последний раз стрим Каленту, он на этом Нзотх-Паладине играл довольно уверенно на стриме. Ну, Рог 777, объясни мне, как у него налетал хватит с шестью маны, если там два таунта стоит по десять хп. Точнее, по девять-девять. Два таунта по девять хп. Ну, допустим, он сделает этот, как... Ошеломление это, которое убирает в руку. То есть, стенку он все равно всем не пройдет. Не, ну, хотя да, если, например, два ошеломления у него... Ну, это, понимаешь, это из фантастики, когда у человека на шестой ход уже подлетал, все хватает. То есть, он хотел сыграть... Вот так. Если бы он Рено поставил, он бы все равно в минусе был. Короче, неважно. Так, Темпа-Мага с... Классной картой, новой. Йокс-Ароном, блин, столько забавных мультиков уже с ним было. Ну, а здесь Зот-Паладин. Стай, кстати, Пироманта. Наверное, обычно его Пироманта подсейвливают. Но здесь решил в темп сыграть Каленто. Ну, наверное, из-за того, что против Темпа-Мага играет, понимает, что сейчас будет налом. Я просто сам за эти колоды не играл, я только за Темпа-Мага немного поиграл. И пока я слаб за него, поэтому ничего не могу сказать. Фростболл тратить. Ну, монетку не хочет тратить. Ну, это правильно, потому что у него уже поджигатель в руке есть. И монетка-это два урона дополнительно. А ставить Монозмея 1-3 нет особого смысла. Ничего, сейчас... Ну, в темп, да, конечно, не будет он ставить Алдора. Тратить Алдора не очень хочется. И ставит просто Пиончика. У него ванклифф 6-6 было. Ну, блин, ну, Рога, ты вот сам не следишь за игрой и меня ещё пытаешься путать. Ай, господи. Там 6-6 ванклифф был. Так, здесь Трусильвер приходит и забирает 3-4. Там собаки приходят, да. А там Пойзон. Пойзон – это великолепный дроп, конечно. Для мага, у которого оружия нет. Ну что, там Талнос в руке, есть поджигатель, есть монетка. Будет ли ставить поджигатель, разгонять? Нет, конечно же, не ставит, потому что там Трусильвера. Трусильвером просто заберут его. Поэтому ставят Талноса и Монозмея. Нет, Монозмея не хочет, хочет пингом забрать. Ну, сейчас пинг – хороший ход, чтобы Талноса просто так не отдавать. Вары играют, но здесь есть вары вон у китайца. Там очень много сейчас сборок по вару. Очень много. Там через Вариан Риена есть еще и Фейст Вары. Но на турнирах в основном темпа Вары, так скажем. Здесь два Думсейра пришли. Можно, в принципе, кстати, сейчас Думсейра поставить, чтобы заблокировать следующий ход? Там, по идее, не должно хватить. Нет, просто хочет Драуна Соколента. На шестой ход приходит… Не помню, как эту бабу зовут. Короче, это 6-3, который улучшает вашу способность. Два пиончика будет. Нет, это не повторы, это лайф. Лайф-турнир сейчас идет. Так, и у китайца что там? У китайца много спилов, но поджигателя ставить и чисто в лицо топить, тоже он не хочет. И Трусильвер все еще в руке. Поэтому… Хотя… Там есть… Знаете, как он называется… Уже название забыл. Провокации 02, короче. И не ставит все еще. Поджигателя чисто заполняет стол. Но у него под поджигателем еще осталось два спейла. Я вот не знаю, Пойзен можно сыграть? Нет, Пойзена же нельзя сыграть, если у тебя оружия нет. Просто если бы оно… Как просто выкинуть спейл можно было бы сыграть это два урона хотя бы. А так сыграть не получится. Мироэль… Мориэль… Мориэль, короче, да? Ну и тут весь стол заблочили. Вот… Калента не сыграл прошлый ход. От Думсейра. И теперь полный стол. А… Ремулов нету. Собаки, кстати, да. Собаки пришли. Я совершенно про них забыл. Очень хорошо здесь зашли. С равенством собаки. И просто сейчас китаец думает, зачем он сыграл этого… Чувака, который сплэй рандомный дает обоим игрокам. Мы знаем, что Паладин делает. Мы только сейчас видели. Да. О, два поджигателя и монетка есть. Ну, я думаю, сейчас уже нет смысла держать этих поджигателей. Надо ставить двоих. И через монетку и… Арк… Эти… Арк… Блин, на китайском названии я поэтому забываю, как там… Юнитов каких-то называют. А Калита помню. А вот эту… 3-4 не помню, как она называется. Но она… Другого превращает в 3-3. Короче, терпит очень жёстко. Темпу маг. Не хочет ничего ставить. Тут уже Тирион пришёл на восьмой ход. Ульдаманка её за… Блин, надо запоминать. Ну и Тирион на восьмой ход отлично ставится. И, по-моему, сейчас маг дотерпит. Он уже головой трясёт. Думает, хрен ли сидел, терпел. Ну и что он сейчас сейчас будет делать? Надо ставить двух поджигателей уже теперь по-любому. Фростболт ещё приходит. Ну и сейчас попытается разогнать. Монетку сначала юзает. Нужно Диван сбить. Диван не сбивается. Пошли Аркан Мислы. Диван… Нет, сбивается наконец Диван. Теперь Фростболт, наверное, в Тириона. Или в лицо. Да нет, Тирион, наверное. Да. Да. И сейчас, если… Да, две плюхи попадают, и Трусильвер меняется на 5-3 пушку. На… Пушку Ашбрингера. Здесь Кода может хорошо зайти. Убить одного поджигателя, второго пушкой забрать. Я думаю, это просто… Я имею в виду, Пинк Фаромол. Но… Да. Да, играет Кода, и поджигатель забирает пушкой. Ну… Ну… Я что-то не вижу вообще здесь шансов у Китайца. Хотя нет, приходит ему… Рандомный спелл. И… Что здесь? Копье… Это… Это… Заморозку, наверное, придется ему брать, потому что… Тут нечего больше брать. Копье… Копье, конечно, хорошо. Восемь урона можно будет Рагнароса убить, допустим. Но… Там Рагнароса, во-первых, нет, и еще когда он придет… Вообще, нужно считать, сколько спеллов уже было у Китайца заюзано, и сколько Йогс Сарон сейчас на десятом ходу покрутит. Ну, думает Китаец. Ну, наверное, Огненное копье все-таки надо брать, потому что это восемь урона, и это… Нет, берет он… Хочет замедлить стол, потому что уже ХП мало. Два освещения тут заходят. Ну, и что будет делать Калента? Хочет задиспелить… Заморозку с… Слизняка и разменяться нормально. И ставит Мориэль. Получает лучше набилку, тратит удар в лицо, и уже 15 хп. Ну, сейчас Йогс Сарон пойдет. И будем смотреть. Ну, еще пришел, конечно, Фолиант, но я думаю, тут уже аутов нету, и надо ставить Йогс Сарон. Иначе тебе просто летал, следующим ходом придет. Надеюсь, что сейчас Йогс Сарон как-то стол заблочит. Ну, смотрите, если он юзает Фолиант, у него 5 мана остается. На 5 маны… Ну, если только Фрост новый ему придет, он себя спасет. А если придет какое-нибудь говно… Ну, там хотя какой-нибудь Айс Блок или… Не знаю. Ну, нет. Надо Йогс Сарон юзать. Хочет он. Ну, вот, хотя Айс Блок пришел. Еще один этот конус холода. Ну, тут если Айс Блок, кстати, не заюзает… О-о-о. Хо-хо-хо, хо-хо-хо. Да нет… Я думаю, что он просто kills. Каждый, а он 000 но если aerialını определяешь… Но здесь Калента, кстати, не самая лучшая ситуация, потому что 18 хп, хила в руке нету. Два, кстати, айсблока. Айсблок уже свой родной пришел, который он брал. И будет ли сейчас стоять Йоксарон, или еще потерпит? Ну, можно, в принципе, поставить айсблок, сделать пинг, поставить провокации 0.2. Но там освещение сейчас, я думаю, будет отдавать. Калента, чтобы побольше лицо пробить. Я не думаю, что он будет два освещения держать в руке. Да, отдает. Не приходят ему еще сильные карты, типа Керна, Сильваны, Светлого Рагнароса. Да, в следующий понедельник Варкрафт будет. Ну и все, Йоксарон пошел. И какие спелы? Чушь, так, разряд на 4. В пиончика. Боль на пиончика. Ошеломление. Ну, Кодой, кстати, неплохо в руку вернулся. О, сейчас своего Йоксарона убивает. Ой, да. Не, Йоксарон не сыграл уже. Хотя... Не, ну, в принципе, стол почистил, даже карт надравил. Так, в себе в лицо он, два урона. А вот это неплохо, пять пиончиков. Пять пиончиков заспамнил. И на другого пиончика закинул, этот... Неистовство ветра. Если бы сейчас зашла еще одна ульдоманка, то 3-3 сделать пиончика и... Неплохой урон. Вот Сильвана, кстати, заходит. Да и я вечером на Китае обычно играю, периодически. Ну и Каленту сейчас может сбить Айсблок. Но тут на самом деле, как бы самому не умереть, 18 хп. Там в руке уже есть один разогнанный факел. Это 6 урона, плюс обычный факел 3. Освещение, кстати. Хорошо, заходит второе. Сбивает он Айсблок, но там есть еще один. У Хилла все еще нету Калента в руке. Заходит Дракончик. Это еще плюс одна карта. Ну, тут Айсблок, естественно, по-любому будет вязать, потому что умрет на следующем ходу. Но у китайца еще есть один ход, потерпеть. Но урона у него мало в руке. Сильвану забирает. Ну, кстати, это хороший ход, потому что им сбить Айсблок нечем будет. И он даже без Айсблока идет. Потому что знает, что два освещения вышло, и по идее Калента ничем не может убить. Там же в этой кол... А, Трусильвер! Топдекс зашел для Калента. Ну все, это 2-0 за Калента. Но опять китаец пожадничал, как и в прошлой игре. Айсблок не стал ставить. То есть он... Ну, в принципе, он правильно сделал, потому что если бы он не чистил стол, то тогда бы ему Айсблок опять бы сбили. И там надежда на какой-нибудь топдек, что там пару фаерболов прилетит. Китайцы что-то вообще с бородкой не тащат. Айсблок? Да. Так, да. Так, не забывая, что он не был в Айсблоке, но я не знаю, что он был в Айсблоке. Но... Я имею в виду, что мы видели, что это темпо-фриз. Я не знаю, Мэджик, я не знаю, что это было. Калента побрился, хотя бы. Но мы видим, что это было вещества сейчас. Ну, он почти победил этот гейм. Калента что-то болеет. Я неделю-две назад его стрим смотрел, он кашлял постоянно, и походу дело еще не выздоровел. Посмотрите, какая сцена у Хардстоуна. По сравнению с Вариком, это вообще ни о чем. Ну, в смысле... В смысле, у Варика сцена говеная. Здесь и кабинки, и, блин, вообще все четко. То есть, явно, Близзарды сюда денег больше дали. Да, по-моему. Хантер просто так сильный против Ренолок, особенно для Назаффа Ренолок. Так, я бы чувствовал себя очень комфортно в шоях Калентозе, просто понимая, что он имеет этот матч-ап, и ждет его с Хантером. Так, и какая там последняя дека у Калента осталась? Я что-то провафлил. Кто у него там? А, у него Хант остался. Это Мид Рейдж Хант. Но это вообще сейчас одна из таких популярных колод, которые играют в лейдере, мне часто попадаются против него. Из-за того, что Ханту добавили вот этот спелл за 8 маны, который сейчас скинет, естественно, Калента, который призывает всех трех питомцев на поле боя, Ханты неплохо стали на восьмом ходу раздавать. Ну и плюс вот эта личинка 2.5 тоже, третий дроп неплохой. Тайс, и уже играл, кто такой Тайс? Я просто игроков не знаю, я там знаю некоторых европейцев, которых смотрел. Так что без понятия. Ты посмотри, в какой он группе, там на Гудгейме есть. Сейчас давайте я ссылку дам на группы. На Гудгейме есть же новость, просто там даже это никто не следил. Где там? Сегодня группа третья. А, вот по ходу дела, это голландец, что ли? Потому что в этой же группе. Так, что тут? Опять темпы мага взял. Китаец, у него еще был вар как вариант, но он опять темпы магом играет. Так, а здесь второй дроп. Думает, Калента ставит ли этого слона, который может тебе карту еще принести. Либо скорострельность потратить, убить девочку. Ну, еще как вариант лук-тап. Лук поставить и лицом разменять. Здесь у китайца вариант только ставить поджигателя. Луком он его не убивает, в принципе. Но если сейчас китайец не ставит поджигатель, это пропуск хода. Он сможет только пинг потратить. На следующий ход у него тоже нету ничего. Так что тут по-любому нужно поджигатель ставить. Ну и что Калента будет делать? Ставить личинку 3-5. Точнее 2-5. Или 3-5 сколько он там? Раззабыл. 2-5-2-5. Ну, очень хороший, кстати, дроп. 2-5 за троечку. Мощный. Фаербол. Фаербол тратит. И в лицо еще 2-5 урона будет. Или не хочет Фаербол тратить. Ну, может попробовать поставить провокации и этим Аркан Бластом подымажить. Но нет, тут Фаербол тратит. Но это хороший Фаербол, потому что на 2-5. Калента уже сомневается о том, что надо убивать или не надо поджигателя. Ну, просто если убивать поджигателя, то опять же тратить лук, тратить скорострельность. Очень дорого выйдет. У меня ранг сейчас 1-й. Я вот сейчас на стриме сделал 1-й ран. В комменте для нубов? Да я сам нуб в этой игре. Сейчас у Калента вот он ставит жабу, которая при смерти наносит 1 урон рандомно. Да, и все-таки Калента тратит. То есть в прошлом ходу он не стал этого делать, но в этот ход понял, что надо против... Надо убивать поджигателя, потому что это основная карта у темпа мага. Тратится здесь Аркан Бласт на жабу. 1 урона в Джайну залетает. И опять заходит мужичок 3-4. Получает, кстати, хороший дроп. Получает китаец это... Блин, не помню, как называется эта карта. Лунный огонь, кажется. Что-то такое. Короче, 5 урона наносит и дровает карту. Калента дали слабый дроп. Это для демонов. Но 2 урона эта карта наносит. Заходит 2. О, Харрисона берет. Ну, Харрисон бесполезный здесь, потому что у мага нету оружия. Звездочек 1 или 2, по-моему. Фейс с шаманом, да. Так, здесь фаербол приходит. Нам тут поменяли местами калента и мага этого. Фаербол приходит. Это очень жестко заходит, кстати. По урону в лицо. Звездный огонь. Да, кстати, ребят, на этом турнире, если китаец выиграет этот турнир, он получит тачку Феррари. То есть, короче, если европеец выиграет, он просто бабки получит. А китайцу к бабкам еще Феррари дадут. Неплохо так в карты играть, да? Ну, в принципе, в покер же тоже играют. И там денег немало крутится. Так, что здесь? Псарь был. Ну и тратит вот этот звездный огонь. Ставит еще провокации. И начинает топить в лицо. 2 фаербола уже в руке! Ух ты, ша, здесь походу делал посос. Так, есть какие-нибудь? 2 фаербола, это 12 урона. И если он 6-3 никак не убивает, то это проигрыш. И через 3 провокации здесь не пробраться. То есть, кодоя можно одну убить. Но нужно надеяться на дроп с питомца. Не то, что надо. Ставит он, по крайней мере, провокацию. Если сейчас фростболт... Ну, там на фростболт не хватит, но 2 фаербола в лицо это очень... Фростболт приходит, все. Он, кстати, не хочет лицо откидать. Он хочет... Хочет это... Максимально с его выиграть. Хотя тут разницы нет. Не в лицо. Ну, все это. Гудгейм хила в этой колоде нет у Калента. Поэтому в любом случае он умирает в следующем ходе. 3 хп. Да, вверху Китая с Джайной, а внизу Калента. Ну, здесь Калента... Чистит стол как может, но... Все уже понимают, что он проиграл. Фростболт в лицо. Это 2-1. Но темпу маги все-таки затащил. И следующая карта... Интересно, кого китайцы возьмет? Варлока или воина? Варлоком он уже играл. Войном он еще не играл. Я не знаю, что там за колода. А, на воинах еще есть колода, которая играется через... Через этого... Через Воргена. То есть... Который наносит там 32 урона, кажется, суммарно. Если все зайдет. Ему лицо разбили, как он проиграл. Маг имеет фаерболы в руке, которые наносят 6 урона. И он просто закидал его в лицо. Тут помимо карт, которые на столе есть, еще спеллы. Без понятия, почему Феррари для китайоз. Вот такой формат турнира. Ну так, кого будет брать у нас китайский игрок? Воина либо Варлок. Варлоком мы уже увидели его. Это был Рено Варлок, который отдался против Роги. Ну а Калента может играть только Хантом. Ему нужно выиграть одну катку за Ханта. И он выиграет этот матч и продвинется дальше. Так, Варлоком играет Китаец. Мы этого Варлоком еще не видели. Есть у него Жрица Орати, я не помню. Которая, короче, дает тебе 2-2 дубину. Пока не знаю, что это за Варлоком. Потому что очень много Варов. Там причем где-то 24 карты стандартные берется, а остальные 6 карт уже на усмотрение игрока. Где-то вот так. То есть там поэтому всегда разные Вары заходят. Ну тут, кстати, вчера играл этот Казахстанец. Так что теоретически, если бы он вышел из группы, он, к сожалению, проиграл. Если бы он занял первое место, может ему как Казаху бы прокатили, что типа он Китаец. Темпо Варлоком, да. Но это вот... Ну все равно там какие-то карты могут отличаться. Вот видите, у него Малкорок, который дает рандомное оружие. Здесь отличный третий дроп получает Калента Питомца. 4-4. Великолепная сейчас стеночка. Ну и думаю, что Китаец-то. Здесь любой дроп, в принципе, минусовый. Ну, Макака более-менее, потому что 3-4 она. Макака очень похожа на известного игрока. О, и как приходит Лук, но Луком не сможет он разменять, поэтому ставит личинку. Но повезло Калента на дроп, конечно. Если был бы тот же Кабан, было бы похуже. Здесь Арате хорошо заходит. Взять 2-2 топора и разменять. Есть карконские воины еще в деке у Китайца. Ну, ставит темпового псаря, который плюс 2-2 дает зверю и провокацию. И разменивается. И 4-4 на столе. Хороший стол у Калента сейчас. Какие варианты здесь сыграть? Да, это 4-7. Ну, здесь же... Ну, этого какого... Не Рено, как вы, блядь, этого. Харрисона ставит не вариант. Да, карконского воина ставит, чтобы разменять. Больше, в принципе, вариантов не было. Ну, и можно сейчас псаря забрать лицом и броневичкой. Будет ли делать? Да, это будет лучше. Так, я люблю Калентчел, играть вокруг этого. Да, верно. Итак, Зжонг Бо будет бросать его армористов и его оружие здесь, чтобы выстрелить звукового мастера. Он может атаковать и просто подниматься на следующий раз. Но тогда Кабан лучше был бы? Ну, может быть, там же не знаешь, когда что-то другого. Да, я уже 10 раз заметил, что они раскошелились на все. Я в ХС... Да, я в ХС играю с релиза, но я не особо играю. Я просто так иногда там в аренке покатаю, иногда лейдер катаю. Не стал, короче, размениваться с псарем. Что у нас есть? Можно Кодоя поставить, нормально броневичку забрать, плюс она броню не стакнет. Очень хороший пятый ход сейчас. Можно... Ну, да, в принципе, я думаю, это самый идеальный ход, потому что броневичка тогда броню не стакает. Это тоже важно. Ставится... Разгоняет своего берсерка с помощью гули. Будь здоров. Разгоняет берсерка, забирает... забирает псаря все-таки с руки. Ну, Каленто может сейчас лук поставить, или, да, скорострельностью еще забрать. То есть забрать весь стол и сохранить Кодоя. Плюс у него есть второй лук в руке. Это очень хорошо. Секреты, кстати, тоже в этой деке играются. Морозные ловушки. Возможно, в одной или в двух. Харрисона ставят в темп, но жрает всего одну единицу брони и получает только одну карту. И еще... Может, кстати, броню лучше дровнет. Мне кажется, тут, да, 18 хп броню в темп ставят. Потому что получать 2-2 пацанчика не очень сейчас хотелось. Ну и что, один ход до хорошего спыла у Каленто. И надо больше занимать стол, больше существ ставить. Сейчас, возможно, ловушку сыграет, чтобы Харрисон... Хотя Харрисон... Ну нет, Харрисон, если даже вернется в руку, это пофиг, потому что он 7 маны будет стоить. А у тебя последнее оружие осталось. Харрисона хочет поставить. Но это хороший ход, потому что он сейчас ставит сильное существо и следующим ходом там надо считать, если... Я не буду считать, короче, там просто нужно посмотреть, как сейчас отреагирует китаец. Просто по идее, следующим ходом летал, возможно, будет. Там 5 кабан наносит, 6 Харрисон будет и 4 этот. То есть это получится 15 урона, плюс лук, плюс обилка это летал будет, да. Но лук и обилка он не сможет сыграть, естественно, это я помечтал, потому что у него будет только 8 маны. Я просто так наперед смотрю. Рука, конечно, очень тяжелая у китайца нечем играть, но здесь летал нет. 15 урона максимально, 4 ХП останется. Ну и что, будет обилку делать? Можно, конечно, еще попробовать потерпеть, но мне кажется, не надо. Да, юзает и все в лицо хочет. 4 ХП остается. Есть фриз трапа все еще. Ну и что здесь может? Что тут здесь может Китай сделать? Поставить Армор Смит, поставить провокацию, 2-6 броню апнуть и все по сути. Рагнарса стоять нет смысла, Малкорока стоять нет смысла, он там пушку нормальную все равно не принесет. Громаша тоже нет. Тут единственный, да, Армор Смит плюс провокации истакнуть армор и максимально разменять стол. Но тут еще фриз трапа мешает все это сделать. А потасовка разве играется в темпы маги? Просто я... Некоторые играют потасовку, некоторые нет. плюс он не смог драунуть карту из-за того, что там фриз трапа стоит. Но это гуд гейм. Я не пойму, почему китайцы пропустил ход, мог бы уже ливнуть. В принципе, это так понятно все. В темпе маги, в темпе маги, в темпе варе. Ну, кстати, да, потасовка в темпе маги может быть с чаромета. Но это победа за Каленту, достаточно уверенная. Одну игру только он проиграл. Переиграл своего оппонента. Но китаец тоже, кстати, близко был. Повезло Каленту, то, что на 8-м ходу пришла... То есть не на 8-м, она где-то на 7-м ходу или на 6-м пришла вот эта обилка. Точнее, заклинание, которое призывает трех питомцев. Это не фейс-ханты. Это мид-рейдж-хант такой. То есть он как бы и фейс, но он больше на контроле стола идет. И вот эта обилка, которая за 8-м новая, она очень хорошо заходит. Особенно, если стол еще остается у тебя какой-то. Потому что там и кабан, и, блин, люторок этот. Ничего, следующая катка будет. Там какой-то голландец, кажется, с другим китайцем. Вот нам показывает сетка. Каленту выиграл первую игру. Брэс Тайс Брэс Не знаю этих игроков. Ну, китайцев-то я вообще не знаю вот такого Тайса, я не знаю, кто и такой. Насколько он хорош. Тайс сказал, что он может контролировать, потому что он чувствует, что его деки довольно гридные. Но он опасен агро. Так, по крайней мере Тайса, это очень хорошая новость, потому что, если он думает, что Брэс это контролирует, он может взять Брэс и взять Каленту, и не беспокоиться. Я без понятия насчет хантов. Насколько там дорогая колода. По идее, им добавили только вот это 8-8, личинки. То есть, две эпические карты скрафтить. Это 800 пыли. Все, в принципе. У них легендарок, хантов нету. Ну, в принципе, что я думаю, что я думаю, это довольно хорошая. Я думаю, что Каленту делал как Каленту. Я думаю, он играл хорошо, и его оппонент просто не имеет большие деки. Я думаю, что это было я не хочу о чем-то чиньих деках так много, но нет, что это Темплемейдж будет 1-1. Это... может...